Что произошло? Социализм неизбежно порождает нетерпимую тоталитарную идеологию. И вот все западные леваки представляют нетерпимую тоталитарную идеологию. Эта идеология стоит выше науки, выше истины, выше людской пользы, выше интересов государства, потому что гоготок увяз, и птичка уже бяк-бяк-бяк, а не вытаскивается. Вот какая история. Социалистическая идеология абсолютно нетерпима. И социализм всегда кончается фашизмом. Вот нам много лет пытались вешать Панаму на уши, что фашизм – это крайне правое империалистическое. Фашизм – это левое социалистическое корпоративное движение. Оно вышло из того же корня – царство справедливости, царство равенства. Никак иначе. Так вот, они со своим социализмом, они сейчас, по сути, являются фашистами. Потому что то, что они проповедуют, это ведёт к уничтожению народов, культуры и цивилизаций. Все их проповеди, свободы, сводятся к чему? Иметь детей вредно, позорно и никакого преимущества. Другой рукой якобы они за детей. То есть, понимаете, ну это уже про сексуальное меньшинство, отдельный разговор, всё это ложь, про расовое меньшинство, масса лыжи, потому что социализм – ложь всегда. Как только он начинает действовать, вот раз, два, три шага – и начинается ложь. Любое явление, оно идёт вот так вот по кривой, любое явление, оно в своём роде синусоидообразно. А именно, вот, предположим, вы за рулём по дороге, а дорога не то, чтобы автобан бетонный, да, нормальная дорога. И у вас всё время получается влево-вправо, влево-вправо. То есть, вы мелкими движениями рулевой баранки компенсируете вот эти скачки колёс на неровной дороге. Точно то же самое с развитием государства. То тащат чересчур направо, то чересчур налево, то чересчур направо, то чересчур налево. И вот это колеблется из одной стороны в другую. Таким образом, в конце 19 века, если мы возьмём 1850-е, 80-е годы, капитализм озверил. Если взять британский капитализм времён Диккенса, американский капитализм времён Джека Лондона, великий рассказ отступник, кто не читал, пусть прочтёт, это был тихий ужас. Это было безжалостное выжимание всех соков из наёмного работника. И тогда стали двигать стрелку влево, в сторону социального равенства, в сторону справедливости, в сторону счастья простого работяги. И люди, вот лучшие, вот прекрасная сцена. Скажем, знаменитая анархистка Эмма Голдман, как полагается знаменитому анархистку, еврейко-российского происходения. И она в 1919 году побывала в Петрограде, побывала в Москве, пришла в тихий ужас от этих общих кухонь и так далее. И вот в Лондоне, а её в Лондоне встречают на уровне. Она знаменитый человек, у неё труды, она женщин, феминизм и всё на свете. И вот там Герберт Уэллс сидит за столом, там Бернард Шоу сидит за столом. И все её радостно приветствуют. Она встаёт и произносит речь. Какой ужас! Она видела в Советском Союзе, как они проливают кровь, что они делают. И она кончает речь в гробовой тишине, потому что за столом сидит цвет британских интеллектуалов, которые ненавидят этот хищнический капитализм и полагают, что социализм – это путь в светлое будущее, потому что не могут они этих ужасов видеть. В Америке точно то же самое. Вот я бы охотно вешал раз в год парочку банкиров с Уолл-стрита, потому что это гадство с банковскими карточками. А кэш и мнение, и ещё некоторые идиотские вещи, они совершенно непереносимы. Господа капиталисты совершенно зверели. Эти безумные цены на медицинские услуги, на лекарства, вздутые в 10 раз, то есть, ну, это там и чудовищные гримасы, это фармацевтическая мафия и кое-что ещё. И здесь, разумеется, нужно, ребят, так нельзя, а эти дикие долги за высшее образование, которые потом выплачивают всю жизнь, конечно, и когда приходит такой, простите, пожалуйста, он же старый дурак, Берни Сандерс, и говорит, что у нас будет бесплатная медицина, ааа, бесплатное образование, ааа, а деньги откуда? Откуда я знаю, откуда возьмутся? Вот это откуда я знаю, откуда деньги? Так вот, они хотят, чтобы было всё хорошо, а поскольку, вот капитализм, всё хорошо, ну, более-менее всё хорошо, но есть определённые гадства. Сейчас мы сломаем капитализм, и будет ещё лучше. Не будет, но это увидеть они не хотят. А здесь ещё одна причина. Когда, начиная со времён просвещения, а уж потом социализм, разломали христианство как институт, когда людям продвинутым, образованным, ну, стало просто стыдно верить в Бога и прочее, вот тогда постепенно массы стали веровать в социализм, потому что религиозное чувство человеку свойственно в принципе. Я не буду употреблять слова типа имманентно и тому подобное, свойственно в принципе. И если ему ломают вот уже привычный религиозный институт, ему надо во что-то верить, и он будет верить во что-то другое. Вот социализм как институт веры заменил христианство. Вот какая, понимаете ли, штука. А когда есть вера, аргументы не считаются. При господстве сегодня левой идеологии, которая запрещает иную, то есть инакомыслие наказывается не только изгнанием из общества, оно наказывается изгнанием с работы, оно наказывается отлучением от работы, от общества, от науки, от всего процесса и так далее, и так далее. Трудно сказать, как будет дальше, потому что ислам совершенно не собирается отказываться от своих целей и догматов, которые проглашают открыто. И если мы можем бороться за права женщин, за свободу любых сексуальных отношений и так далее, то когда мусульмане говорят ничего подобного, они не смеют критиковать мусульман, потому что мусульмане тоже меньшинство, оно поможет нам снести вот это общество. И там уже мозги заело, там уже прекращение соображения. И вот гениальная находка франковской школы, нужно вообще признавать за врагами какие-то гениальные находки, в чем заключается вот это вот союзка меньшинств, создание социальной группы, как это сделать, как это сделать. Продолжение следует...